В 13, 14 и 15 сериях турецкого сериала «Черно-белая любовь» мы увидим, чем закончится первый поцелуй Ферхата и Ослы и будут ли наши герои налаживать любовные отношения. Как оказалось, после такого поцелуя Ослы довольно быстро придет в себя и оттолкнет Ферхата. Она скажет, что целует лишь тех, в кого влюблена. Также Ослы попросят его не опускаться до животного уровня. Тот все выслушает, а затем извиниться. После этого Ослы позвонит Эбру и попросит, чтобы та зашла к ней в гости. В это время у Юльсюм начинаются схватки. Она жалуется матери на свое состояние. Вдвоем они спускаются в подвал, чтобы никто не знал о родах. Етер через свою служанку просит Ослы прийти к ней. Та отказывается, так как ждет прихода Эбру, но после уговоров все же соглашается. Спустившись в подвал, Ослы видят, что Гюльсюм собирается рожать. Ради жизни ребенка Ослы поможет в родах. Етер забирает родившегося малыша и говорит дочери, что при другом раскладе им будет угрожать опасность. Эбру и ранее была вхожа в дом Намыка. Узнав об этом, Егит и Джем решили использовать ее в своих целях. Чтобы Эбру пустили, Ослы пришлось позвонить Ферхату. Он в это время находится у Япрак. Ферхат даст добро. Когда подруги встретятся, Ослы намекнет Эбру, что ее держат насильно, но она боится в этом признаться. Эбру попытается открыть кабинет для совещаний, но Хандан заметит ее и вернет обратно. На следующий день за завтраком появится Абедин со своей бывшей девушкой Софье и ребенком на руках. Он скажет, что готов жениться на Софье, поскольку она забеременела от него и родила сына. Почти все, сидящие за столом, будут в шоке от этой новости. На самом же деле, Етер за такое короткое время успела договориться с Софье и пристроить ей своего новорожденного внука. Самое интересное заключается в том, что Абедин об этом даже не догадывается. Он действительно считает себя отцом ребенка. Ослы, узнав об этом, сразу поняла, откуда дует ветер, но никому не сказала. Ферхат в очередной раз отпустит Ослы в больницу в сопровождении Дильзиса. Ей удастся перехитрить спутника и ненадолго выйти из больницы через служебный выход. За это время Ослы встретятся с Егитом и предложат ему сотрудничество. После этого она, как ни в чем не бывало, вернется и вместе с Дильзизом отправится в особняк. Гюльсюм не оставляет надежду, что именно она будет со своим ребенком, а не Софье. Однако Етер напомнит ей, что малыш неизвестно от кого. Джунейд мечтает найти деньги, чтобы успешно сбежать вместе с Гюльсюм и их ребенком. Но достичь желаемой цели у него быстро не получится. Следующий день в особняке будет ознаменован еще одной свадьбой. Абедин собирается жениться на Софье. Эбру попробует воспользоваться этим и проникнуть в кабинет, чтобы поставить там жучок для прослушивания. Для церемонии понадобятся документы, и Ферхат пойдет за ними в этот кабинет. Зная, куда он идет, Ослы поспешит туда же, чтобы через оконный проем помочь Эбру выбраться незамеченной. Но окно открыть не удастся. Ослы посоветуют Эбру спрятаться в кабинете. Ферхат увидит, что дверь открыта, и, войдя, достанет пистолет и выстрелит. На этом заканчивается пятнадцатая серия. Теперь стоит пояснить, что мы изложили содержание тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой серий. В турецком оригинале это пятая серия, которую канал Домашний разбил на три эпизода. О том, пострадает ли Эбру или Ослы, вы узнаете из нашего следующего видео. Также на нашем канале есть биографии Ослы и Ферхата. Их можно найти в плейлисте Актеры или же по прямым ссылкам, которые размещены под видео. Это был наш анонс. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Показ тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой серии сериала «Черно-белая любовь» состоится на канале Домашний 23 мая. «Черно-белая любовь»